Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И напоминаю, что совестливость, рукопожатность и интеллигентность вот постулаты КПСС, Креативной партии Свободы Совести, генеральным секретарем которой является величайший правозащитник всех времен и народов уважаемый Лев Натанович Щаранский. Ща значит Щаранский. А мы продолжаем еженедельные выпуски Камчатка день за днем. В этих выпусках я один раз в неделю рассказываю о том, что проходило на нашем полуострове в разные дни века минувшего. Сегодня мы будем читать старые газеты, вышедшие в свет с 22 по 28 апреля в разные годы века минувшего. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Приступим к нашим увлекательным чтениям. 22 апреля 1967 года. Остров Беллинг. Старший воспитатель Никольской школы-интерната Федоткина в своей статье «Апрельские дни в школе», опубликованной в газете «Аллиутская звезда», пишет, что «Апрель, пожалуй, самый жизнерадостный месяц в школе. Школьники, оживленные и взволнованные, заполняют коридоры. Все живут одни. Подготовкой встреча дня рождения. Ильичан. Маленькие октябрята готовят свои подарки к этой дате. Вырезают, выпиливают то, что подскажет фантазия в 7 лет. Ребята суетятся. Школьная самодеятельность готовит революционные песни. Любимые песни Ильича. На небольшом концерте в честь юбилея прозвучат «Красная гвоздика», «Замучен тяжелой неволей». С участниками хора занимается музыкант Канонченко. «И вы спрашиваете, за что я так не люблю советский период?» В том числе и за это. За то, что с самых юных лет, с младых ногтей, с розовых ногтей, детишкам промывали мозги, делая из них красных зомби, большевистских рабов. И лишь немногим удалось избежать этого пагубного влияния. И ведь не зря сейчас такое огромное число охлоса поддерживает всяких красных упырей всех этих. Сифилитиков Ленин, паранойиков Сталина, дегенератов Брежневых и прочую красную мразь. Давно пора сбросить все эти памятники, стереть с топографических карт название большевистской эпохи. А мы возвращаемся к нашим чтениям. Продолжим. 23 апреля, год 1943. Газета «Камчатская правда» сообщает из Ассоры, трудящиеся рыбных предприятий и колхозов района с большим патриотическим подъемом откликнулись на починку и бышевцев о создании особого фонда главного командования Красной Армии. Члены колхоза «Курвене» обязались сдать в этот фонд 1500 пудов свежей сельди и лососевых, 100 пудов икры, 10 оленей. 1000 пудов сельди и лососевых и несколько голов оленей сдадут в фонд главного командования члены колхоза «Кумгуту». Я, кстати, напомню, что вы можете увидеть полностью все эти газетные вырезки на моем канале в Яндекс.Дзене. Канал называется так же, как и канал на Ютубе «Камчатка с Александром Петровым». И ссылка на канал будет в описании под этим роликом. А мы продолжаем опять чтение газет. Год 40-й века минувшего, 24-й день апреля, «Камчатская правда» публикует программу основных радиопередач на этот самый день. 11 часов 12 минут. Концерт по заявкам радиослушателей. 12 часов 15 минут. Выступление детской художественной самодеятельности, учащихся школы имени Толстого. 13 часов 33 минуты. Передача о Камчатской судоверфике. 13 часов 57 минут. Литературно-музыкальная передача «Маршал Будёнагин». 14 часов 28 минут. Областной выпуск известий. 16 часов 18 минут. Литературная передача «Стихотворение Жуковского». 18 часов 52 минуты. Концерт из произведений Балакирева. Обратите внимание на точность цифр. На точность минут. 12 минут. 33 минуты. 57 минут. 28 минут. 18 минут. 52 минуты. Забавно. Не правда ли? Иншаллах. Она продолжает. Год 1942. Опять Камчатская правда. 25-й день. Актринга. Трудящиеся Петропавловского совхоза дружно провели подписку на военный заем. Пишет газета. Общая сумма подписки составляет 108% в месячного фонда зарплаты. Жена красноармейца Новикова подписалась на 4 месячных заработка. Красноармейцы, члены бригады закрытого грунта Колчанова, Кулешева, Суворова, Белая, получая в месяц по 250 рублей, подписались по 600 рублей каждая. Таярка Агарельцева, депутат областного совета, зарабатывает в месяц 300 рублей, подписалась на 500 рублей. Высокую сознательность, пишет Камчатская правда, проявили домохозяйки. Патриотки дали взаймы государству 6000 рублей. 2000 рублей, из которых внесли наличными. Большую работу среди женщин провели агитаторы товарищ Бессонова и жена красноармейца товарищ Калимулина. 26 день апреля, год 1935. Камчатская правда пишет о победе быстринских оленеводов. Лаучанское объединение получило первую премию в республиканском конкурсе. Сообщает газета из города Хабаровска. Простейшее оленеводческое объединение «Лаучанское» в Быстринском районе постановлением Центральной конкурсной комиссии. Нарком «Зема РСФСР» за лучшие показатели по оленеводству получила первую премию. Объединение премировано денежной суммой в 2000 рублей и тремя ружьей. Пришла пора узнать, что на Камчатке в эти дни происходило дальше. 26 апреля 1939 года газета «Камчатская правда». Инспектор по охотничьему хозяйству Михайлов в статье о соболином хозяйстве пишет Изучением Камчатского соболя занимается Кранотский заповедник, расположенный в северной части Петропавловского района. Он признан государственным заповедником и организован как научное учреждение, которое должно разрешить целый ряд проблем, связанных с охотничьим хозяйством, и главное дать научно обоснованный материал для ведения нашего соболиного хозяйства, а также стать источником распространения соболя в окружающих районах. С этими задачами пишет Афта. Кранотский заповедник далеко еще не справится. Пролезшее в охотничье хозяйство враги народа, творя свои подлые дела, срывали работу Кранотского заповедника. На его территории проводился отстрел соболя. Ликвидировать заповедник им не удалось. Сорвать же научную работу они успели. 27 апреля 1923 года газета «Полярная звезда» рассказывает о последствиях землетрясения в Усть-Камчатске, произошедшего незадолго до этого. В Усть-Камчатске до сего времени слышатся подземные гулы, сопровождающиеся легкими толчками, производящими колебания почвы. Производится энергичное исследование берегов и награбожденных на них льдов, откуда извлекаются продовольствия и товары. В первую очередь товары первой необходимости. Выяснилось, что из плавающих средств унесено в море катер «Беринг», принадлежащий рыбному управлению, который до сих пор не найден. Катер «Пента» от комхоза «Камгубревкома» и катер «Беллиндер» Усть-Камчатского кооператива выброшены высоко на берег. Из шести катеров, принадлежащих Демьев, четыре выбросила на берег и затерла во льдаху. «Жизнь Усть-Камчатской», — пишет полярная звезда, «постепенно приходит в нормальную колею. Жители возвращаются, но многие остаются на жительство в селе Нижнекамчатском. Разразившаяся была эпидемия ветреной оспы затихла, заболеваний в течение последней недели не было. Революционная власть сделала все возможное, чтобы помочь пострадавшим гражданам от стихийного бедствия. Но эта помощь недостаточно, ибо и сама власть небогата. Поэтому было бы хорошо, если бы население Камчатки удивило из своих достатков маленькие крохи, и тем самым дали бы возможность более легче изжить нагрянувшую, нежданно и негаданно беду. С миру по нитке, голому рубашка, говорит русская пословица, а голый хвость Камчатская, после разразившейся катастрофы, очень много, в особенности, детей и женщин. Одному, коль беда, то вдвоеме тяжела, для артели Жана полбеды небеда. И закончим мы сегодняшнее чтение заметкой из газеты «Харягской коммунисты», опубликованной там 28 апреля 1981 года. Закончился областной смотр народных коллективов художественной самодельности. В нем приняли участие 32 творческих коллектива нашего полуострова. Среди победителей конкурса есть и посланцы округа, пишет газета «Колегская коммунисты». Коллегией областного управления культуры лучшими признаны Народный театр окружного дума. Культуры, ансамбль песни и пляски из села Хаилина, танцевально-хоровой коллектив «НР» из Караги. Но это не точно. По результатам смотра, пишет газета «Харягская коммунисты», Народный театр Пенчинского районного дома культуры поощрен творческой командировкой в Петропавловске и Елизовской районе, где самодеятельные артисты из Каменского выступают со своим спектаклем «Мораль пани Дульской». И я еще раз напомню, что теперь на моем канале ведется сбор донатов в поддержку канала. И каждый внешне свое добровольное пожертвование на карту Сбербанка, указанную в описании, примет участие в ежемесячном розыгрыше одного из моих авторских фотоальбомов о Камчатке с дарственной надписью. В общем, несите ваши девушки вот сюда. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится раз в неделю слушать о том, что происходило в эти дни на полуострове в разные годы веками будущего, пишите комментарии. А если вы здесь первый раз, то, пожалуйста, выполните вот эти рекомендации вправо в нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова